Садовник Что же тогда значит groundskeeper? Разбиваем слово на две части, мы получаем слово grounds и keeper. Начнем со слова grounds. В этом контексте это значит территория или участок дома. Слово ground само по себе имеет очень много значений, но как правило они так или иначе связаны с землей, с тем, что под ногами находится. Притом довольно часто он используется в переносном значении. То есть, например, довольно распространенная фраза moral grounds, то есть нравственные принципы, то на чем стоит твоя мораль, если полностью разбирать его по кускам. Далее, слово keeper обозначает хранитель или смотритель, то есть тот человек, который следит за тем, что ему доверили. Слово, где keeper является составной частью, достаточно много. Ну, мы возьмем парочку для примера. Zookeeper – смотритель зоопарка. Doorkeeper – швейцар, привратник. И goalkeeper, естественно, вратарь. Ну, слово goalkeeper, если отталкиваться от определения, что такое keeper, немного не вписывайтесь сюда, поскольку принято считать, что goal – это goal, то есть когда мяч забивает ворота. Но проблема заключается в том, что goal – это не только когда мяч забивает ворота, это и сами ворота. То есть goalkeeper – это хранитель ворот. Также у этого слова есть другое значение, которое сложно перевести одним словом, поэтому я приведу перевод определения этого слова. Да, тот, кого следует оставить. Как правило, это слово используется, когда кто-то кому-то дает совет о том, что вот с этим человеком стоит строить серьезные отношения. Ну, например. Второй случай использования – это когда кого-то принимают в команду. Чаще всего это связано с нелегальной активностью. Она – ценный кадр. Например, отлично мотивирует аудит. Если меня зовут. Хорошо, что мы говорим о слове keeper, то нужно сказать пару слов о слове, от которого оно образовано, а именно keep. На глагол keep у нас, к сожалению, нет времени, видео и так в два раза длиннее получается, чем я рассчитывал, но keep как существительное мы успеем разобрать. Keep – это средневековое сооружение. Есть два типа. Keep, который является охранной башней на границе вашего королевства, и keep, который является главной башней в вашем замке. За неимененным аналогов в русском языке, первый тип называют Сражевой башней, а второй, Немудрство и Лукава, называют прям целиком замком. У меня три больших дракона, я полечу в Красный замок. Мы это обсуждали. Мои враги в Красном замке. Что я за королева, если не готова рискнуть жизнью в бою? Мудрая. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся.